В Израиле было очень много смешного, ну, битком народу. Значит, я заканчиваю своё выступление, значит, а мы всегда сидим все на сцене одновременно, за кулисами не сидим, все вот как сейчас. И вдруг встаёт дядька из зала и говорит, Ильванович, можно вопрос? Я говорю, ну, пожалуйста. Он говорит, вот вы там один еврей. Я говорю, ну и что? Он говорит, а как вам одному там среди этих русских? Я, значит, оборачиваюсь, смотрю, действительно, Элеонора Успенский, которого, несмотря на то, что многие держат за своего, он русский абсолютно человек, это, значит, из православных священников будет. Надя Бабкина, не заподозришь, и Коля Караченцев. Значит, я действительно понимаю, что я один тут в Израиле, получается, я их вроде как привёз, да? А? Дима Петров? Ну? Как вам сказать? Ну, Петров и есть Петров. Там, значит, Саша Каневский, пассатирик, вы знаете, брат заменитого майора Томина, да? Он написал такую эпиграмму. Какой наш Дима обаятельный, улыбкой милую своей, а как играет замечательно, играет просто как еврей. Ну, Петров, он и есть Петров, дальше никто не копает, черни. Короче говоря, значит, и я действительно смотрю, и я как-то не был готов особенно отвечать, но привычка быть на острие реприза, я говорю, знаете что, мне-то как раз здесь очень комфортно. Русские могут нас не любить в массе, а с каждым из нас в отдельности они предпочитают дружить. А вот как вам-то тут, когда все кругом... Мне даже не дали договорения. Был жуткий хохот. Ну, а песенку давай мы сейчас поем. Дай мне домажор от Лебеда. Легенду услыхав в далеком детстве, Не все я понял, честно говоря. Давным-давно стояли по соседству Мужской и женский два монастыря. Монахам без ухода было туго, Жизнь у монашек тоже не сироп. И вот однажды друг навстречу другу Они подземный начали подкоп. Был труден путь до встречи на рассвете, И грустно мне, ну как тут ни крути, А прокопали женщины две трети, Мужчины только треть того пути. И лишь теперь я понял, в чем причина, И оттого я нынче зол и хмур. Ведь совершенно ясно, что мужчины, Копнув, два раза шли напереку, Сидели дым колечками пускали, Травя за анекдотом анекдот. А в это время женщины копали, И продвигались женщины вперед. Еще причину укажу отдельно, Я эти строчки знаю на зубок, Мужчины, я уверен, параллельно Вели подкоп под винный погребок, Они вино крепленое глотали, Они шутили, лишь сова не пьет, А в это время женщины копали, И продвигались женщины вперед. Потом среди мужчин нашелся кто-то, Сказавший, братцы, нет у нас стыда, Даешь бесперебойную работу, Даешь производительность труда, Потом мужчины долго заседали, И составляли план работ на год. А в это время И продвигались женщины вперед. Не о монахах нынче я печалюсь, О них бы я не стал писать стихи, Пускай монахи сами отвечают За их средневековые грехи, Прошли века, и что теперь с удачей, Кто вглубь копал, а кто, допустим, вширь, Но остается важная задача Лентяев подводить под монастырь. Браво! Спасибо, Борис!